всем привет друзья сегодня достаточно полезное видео для тех кто так или иначе любит нарушать визовый режим в испании а именно поговорим про их спасение и получение вида на жительство так называемого по оседлости да что же это такое с чем это едят для иностранцев которые приезжают в испанию нарушать визовый режим вполне нормальная практика доказать свою оседлость и остаться в испании на законных основаниях однако конечно же далеко не все туристы могут положиться на желаемый вид на жительство и получить его в будущем что нужно знать тем кто хочет остаться в испании и воспользоваться правом оседлости прежде всего определиться какому типу оседлости относится иностранный гражданин а всего выделяют три типа социальная семейная и трудовая вид на жительство используя социальную оседлость могут получить иностранцы которые проживают на территории испании минимум три года и имеет подтверждение что в течение этого времени в течение этого срока они не покидали страну более чем на 120 дней в качестве доказательств подойдут справки с медучреждений даже чеки о каких-либо покупках ну и конечно же сертификат о прохождении изучения испанского языка в каталонии и валенсии это сертификат об изучении каталонского и валенсийского языков тем кто претендует получить вид на жительство по социальной оседлости рекомендуют предъявить договор от работодателя который согласен принять иностранца на работу минимум на год и в течение всего этого срока времени платить за него налоги и конечно же социальные взносы занятость должна быть не менее 30 часов в неделю то есть ориентировочно 6 часовой рабочий день да то есть как мы знаем испании можно не работать только если у вас есть свое официальное дело то есть свой какой-либо бизнес интересным вариантом для получения испанского вида на жительство является трудовая оседлость для этого достаточно приехать приехать страну по трудовому контракту и отработать два года при этом срок проживания иностранца насчитывается с момента регистрации его в стране приглашение на работу в испании получает как правило молодые люди сразу после окончания университетов но даже приехав проработав по рабочей визе два года нужно сохранять чеки из магазинов и справки с медучреждения те же самые чеки о покупках конечно же преимущественно получить сертификат об изучении испанского языка а вот что касаемо получения вида на жительство по семейной оседлости тут все немножечко попроще достаточно приехать в испанию на роды главное чтобы один из родителей уже имел испанское гражданство тогда вид на жительство ребенку его маме или папе в зависимости у того у кого уже есть гражданство дадут если они предъявят два свидетельства о рождении первое это ребенка что он действительно родился на территории испании и соответственно второго родителя подтверждающий его гражданство в этом случае жить по просроченным визам в принципе не придется итак мы говорили возможные пути получения вида на жительство по оседлости стоит упомянуть что если не оформить вид на жительство в испании попытаться выехать из страны по просроченной визе то к сожалению назад пути уже не будет вот вид на жительство по оседлости не дадут кто имеет гражданство уже евросоюза или швейцарии также не дадут тем у кого есть судимость даже если она была совершена на территории другой страны вот так же в вид на жительство не дадут тем тем кого уже есть запрет на въезд какую-либо страну шенгенской зоны поговорим немножечко про особенности в оформлении документов до при подаче документов на вид на жительство по оседлости их обязательно нужно перевести на испанский и заверить в отделе легализации генконсульства испании в москве но если такого варианта нет то официального присяжного испанского переводчика документы будут рассматривать течение от одного до трех месяцев и официально вынесут решение о выдаче вам вида на жительство после чего вам в течение месяца нужно обратиться за документами подтверждающими карту резидента и так на несмотря очевидные пути спасения и возможности стоит все-таки оговорить какие есть минусы все-таки нелегального пребывания на территории испании и стоит ли все-таки вообще быть нелегалом да большинство сходится во мнении что быть нелегальным иммигрантом стоит только если вы совсем находитесь в отчаянной ситуации не видите другого выхода да ну или если просто рисковый человек и существует ряд очевидных минусов особенно если у вас нет на территории испании легально проживающих родственников которые так или иначе могли бы вам помочь на первых парах да из очевидных минусов это конечно же финансовая сторона вопроса ведь для получения вида на жительство не каждый работодатель согласиться заранее подписать с вами контракт и взять вас на работу и детцам тем самым подставить свою фирму под так скажем дополнительные проверки также из очевидных минусов это реально опасность что при каких-либо условиях вас поймают на отсутствие документов ведь не только могут встретить вас на улице но также полиция может выявить нелегального человека даже по месту его проживания и согласитесь не очень приятно каждый раз нервничать при виде полицейского в лучшем случае вы отделаетесь просто штрафом в худшем как мы знаем да это приведет к депортации нужно конечно же сто раз подумать прежде чем подвергать себя такому риску ведь есть прекрасные альтернативные варианты легализации на территории испании да вы можете получить вид на жительство без права на работу если вы предоставите доказательства что у вас есть источник постоянного дохода на территории своей страны который позволит вам свободно проживать на территории испании да если такового нету вы можете получить вид на жительство по обучению достаточно бюджетный вариант поступления на языковые курсы в испании или допустим поступление высшее учебное заведение на территории испании через три года вы можете свою резиденцию поменять на вид на жительство с правом на работу поэтому всем удачи и всем легальности всем пока пока